Доброго времени суток, дамы и господа, с вами прием. Вчера на ютубчике мной было сделано видео, в котором я кратко прошелся по тем изменениям, которые компания Blizzard хочет сделать в обновлении 9.1.5. Сегодня более детально рассмотрим один из этих пунктов, а именно тюнинг старых рейдов. Компания Blizzard хочет изменить некоторых боссов в рейдах Легиона с целью того, чтобы людям было проще соло их убивать. Например, Гул'дан, например, Кэдласт в гробнице Саргераса Аватара Падшева, например, Агромар, например, Ковен Шивар, и последний босс, которого они хотят менять, это Эонар. Механики боссов построены таким образом, что соло их убить крайне тяжко, но, возможно, в целом, имея высокий ДПС. Я же прошел на своем ДК этих некоторых боссов, и подробно сейчас на примере, на убийстве этих боссов все рассмотрим, и я выскажу все эти изменения, которые Blizzard собираются сделать. Начнем с комментариев разработчиков, а далее я выскажу свои словечки насчет босса. Мифический Гул'дан. Игрокам трудно играть в одиночку из-за оглушения паразитирующих темных бесов при фиксации. Игрокам нужен высокий урон в секунду, либо же в них должен быть план по уничтожению этих паразитов. Ну, уничтожить паразитов крайне тяжко, потому что они появляются сразу в нас. А высокий дэмэдж могут делать только игроки, которые одеты. Пойти твинком соло на мифического Гул'дана будет крайне тяжко, потому что Иллидан — немножко неприятный босс из этих паразитов, то есть темных демонов, и там еще дебаф вешается на поглощение всего входящего исцеления. В общем-то, нужно делать много, правда, дэмэджа, чтобы убить его. Но если этих паразитов вообще не будет при соло-прохождении, то наша ротация не будет останавливаться из-за оглушения, и все будет более-менее хорошо. Аватара падшего в гробнице Саргераса — мифическая сложность. Игрокам трудно играть в одиночку из-за невозможности блокировать все лучи на первой фазе, что означает, что у босса, скорее всего, будет полное здоровье в начале фазы 2. Лава по-прежнему наносит полный урон на второй фазе, вынуждая игроков иметь высокий ДПС. Давайте поэтапно разберем этот бой. У нас имеется босс, у нас имеется моб. У босса много ХП. У мопца тоже много ХП. В тот момент, когда босс накапливает 100 энергии за счет лучей, входящих в него, он высасывает ХП с мопца. Поэтому, если мы хотим как-то просадить мопца, мы не успеем. Если мы хотим просадить босса, мы тоже не успеем. Что сделал я с целью того, чтобы его убить? А я просто босса не бил. Пускай он накапливает энергию, пускай он высасывает спокойно ХПшку с мопчика, а на второй фазе мы просто даем брусты и просто убиваем его. Но это факт, то что нужно абсолютно все это исправлять. Делать один лучик, например, при соло-прохождении, и уменьшать дэмэдж славы. Потому что в момент начала второй фазы босс начинает постепенно ломать платформу. Плюс у него есть АОЕшка, которая тоже ломает платформу вокруг него. А если вы попадете в эту лаву, то вы получаете 30 тысяч урона. Сейчас здоровье у людей, которые одеты, 57-60 тысяч. Два тика, и вы умерли. Легионский рейд. У нас прошел Легион, БФА, сейчас Шотоу Ленс. А мы все так же много получаем дэмэджа от этой лавы. Быть такого не должно. Ковен Шевар в Анторусе. Трудно играть в одиночку, так как боссы получают значительно меньше урон, когда они вместе от факта Шевар. Некоторым классам с питомцами удастся их разделить, чтобы победить. Рассказываю. В тот момент, когда боссы находятся рядом друг с другом, они получают уменьшенный по себе урон. А именно, на 99% меньше. Хотите ли вы бить лишь только 1% от всего своего дэмэджа? Нет, никто не захочет. Если у вашего класса нет контролируемого питомца, вы не убьете этого босса в текущий момент. Я же, будучи анхоликом, отправил питомца, чуточку поколдовал, босс, конечно, попереагрился в какие-то моменты, но в целом босс умер за 6 минут. Если просто-напросто факт Шевар будет уменьшать дэмэдж не на 99%, а хотя бы на 50%, это уже будет легче. Намного легче. Также остались еще 2 босса, на которых я даже и идти не стал, но все-таки о них стоит высказаться. Мифическая Анар в Анторусе. Очень сложно играть в одиночку из-за высокой скорости передвижения, необходимой для того, чтобы убить всех мопцов и вовремя завершить параксис. Параксис — это кораблик, который появляется в мифической сложности, и там нужно делать зачистку мопца. А также у нас еще мопцы идут к Эонар, нужно ее защищать. В общем-то, для соло-прохождения очень-очень много мобов. Если мобов уменьшат, если кораблик как-то будет, может, ближе подлетать, то будет попроще. И пятый оставшийся босс — это мифический агромар в Анторусе, также находящийся. Он является предластом, что пишут разработчики. Сложно играть в одиночку из-за комбо «Разрывающее пламя». Требуется класс с превотвращением отбрасывания, и босс по вам наносит очень много урона, поскольку он не поражает достаточное количество целей. Да, это факт, его комбо является смертоносным на текущий момент. Если вы поймаете второй сокрушитель, он ударит по вам тысяч сто. Это много. Очень много. Так что ждем 9.1.5, ждем всех этих исправлений, и идем фармить старые рейды ради трансмогов, маунтов и всего прочего. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!